так всем привет в общем хочу к слову показать свою систему сброса энергии солнца я сейчас выключу этот свет вот так в общем это моя сложная система инвертор аккумулятор и вот вот эта белая коробочка это система сброса я назову 1 поколение 1 поколения потому что мы уже делаем другую вот она релейного типа ну достаточно простая даже без твердотилки по моему то по-моему без твердотилки я давненько я сделал и сейчас ей на сложность с применением принципе достаточно даже неплохой как оказалось солнечный контроллер он дает там 19 ампер на данный момент это 1100 ватт там 6 солнечных панелей на нем в общем это все дело поступает на аккумулятор вот это средняя . вот на аккумуляторе и с него запитанный инвертор с этого инвертора вот они две розетки ну тут подключена вся сеть к нему просто я для наглядности взял вот эту резетку на нем к этой резетке подключен вот собственно по кабелю вот этот вот сброс в этот сброс подключена вот эта дуйка а на второй пин ну точнее извиняюсь на вторую резетку включен чайник это для демонстрации все это будет чайник про чайник я забудем про сброс значит вот такой датчик вольтметр блин такая кайфовая штука потому что вот тут дисплей гаснет я не вижу там напряжение нужно подойти клацнуть а так мимо проходишь и всегда видно напряжение я понимаю где я нахожусь вот я сейчас сбил напряжение на аккумуляторе у меня там район четырех вольт на ячейку где-то сейчас так мне не нужно это все эти 10 киловатт я пользуюсь реально 2 3 киловатта беру с него но когда солнце заходит допустим и в этот режим темный до следующего утра я там потребляю 2 3 киловатта поэтому я снизил напряжение 4 2 до 4 вольт на ячейку и напряжение вот у меня вот такой то фактически заряжен аккумулятор ну как бы контроллер выше не дает значит какой алгоритм работы этого всего но допустим сейчас попробую изъясниться примеру прихожу утром да вот там камере светом всякая такая херня просидел аккумулятор до 50 вольт до дальше выходит солнце и начинает заряжать аккумулятор да вот она заряжает заряжает дошло до напряжения вот вот этого пятьдесят 6 вольт на залетели сюда какие-то киловатты вот на сбросе есть два напряжения вот так возьму вот значит тут начинается вот это кока джамба сморганием я не знаю как вам показать но тут 56 56 и 3 вольта это нижнее напряжение и верхние 57 он сейчас запишем эти числа 57 вольт и 56 и 3 вот это диапазон значит когда напряжение доходит до этого диапазона до 57 вольт сброс включается и он включает вот эту дыру когда в этот момент что делает солнце она через контроль их заряжает аккумулятор и вот это напряжение не падает потому как она компенсирует потребление вот этой дойке когда солнце заходит уже к вечерам ну либо туча когда заходит но в идеале конечно вечером то от солнечного контроллера электроэнергия уже не заходит либо заходит в меньшем объеме и напряжение начинает просаживаться просаживается она до второй точки между не вот этими двумя напряжениями 0 7 вольта я так задал можно больше можно меньше 0 5 можно поставить там зависимости от мощности дуйки ну вот 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 это реальная проблема вот этого контроллера почему я хочу от него уйти напряжение начинает идти вниз контроллер ловит вот это напряжение и просто отключает дуй как это выглядит на практике я приезжаю на работу где-то там район обеда либо после обеда ну там пока закупки делаю пока всякие такие там звонки и прочее короче приезжая во второй половине дня у меня до этого времени заряжается аккумулятор не знаю когда это происходит ну я приезжаю он всегда заряжен если ну без учета пасмурных дней ну что там 6 панелей компенсировать два-три киловатта я думаю что понятно и работает дуйка вот я прихожу у меня вот такое рабочее положение значит вот здесь я поставил ну понятно что он находится вот в этой зоне более относительно тепло но у меня плюс минус тепло везде такой же вот сейчас 21 градус на улице градусов ну кстати сложно сказать мне где-то градусов ну 10-15 в таком диапазоне то есть температура внутри реально комфортно даже более чем свиты и уже жарковато тут находиться даже значит это понятно да как это работает я прихожу всегда в теплое помещение но не всегда я реально буду пользуюсь этим уже наверно дня 45 ну вот я вспомнил что он у меня есть и подключил его вот оставляю на ночь прихожу утром у меня дурочка работает правда в первом положении можно поставить во второе но у меня не сильно удачно установлены солнечные панели и будет вот это постоянно вот эта херня ты ключи 57 достигла 57 дуйка включилась значит дуйка потребляет 2 к в а допустим панели дают ну условно там 1 и 2 до потребление больше он начинает тянуться аккумулятора и напряжение на аккумуляторе падает падает до допустим 56 потом она включается потом аккумулятор заряжается доходит до 57 и все обратно и вот это вот драчня происходит постоянно это гроби циклы аккумулятора это но это неправильно да я забыл сказать что у меня вот по вот этим проводам не смотрите что они толстые просто таки были вот контроллер отслеживает напряжение на данный момент которая находится на аккумуляторе вот в принципе все понятно да он включается в инвертор и в него включается дуйка еще в нем есть провода которые слеживают напряжение на аккумуляторе вот но я помню повторяюсь я уже договорил так значит зачем я поставил здесь чай вот стоял вопрос про допустим к примеру дуйка чайник да там 4 киловатта условных ну инвертор может больше ну допустим да вот к примеру те 3 киловатт инвертор стоит и как организован вопрос приоритетом они как но он работает вот смотри сейчас включаю чайник дуйка что сделала дуйка погасла а почему а потому что просела напряжение вот и все сейчас когда чайник выключу к примеру напряжение опять поднимется и дуйка опять включилась то есть по просадке напряжения в идеале конечно ее быть не должно но на практике она есть всегда она есть на проводах есть на ну в общем то на все поэтому этим можно успешно пользоваться просто падение напряжения если у тебя стоит точный вольтметр и ты откалибровал его и можешь вот ловить вот эти дела еще раз подемонстрирую это работает моментом дуйка выключилась чайник закипит ну пока он думает холодный на самом деле вот контроллер пошел пошел под мной пипетишка на доловато думает она плавненько поднимает выработку своими вот чайник пошел губить примеру с имитируем что он закипел то есть потребление у нас опять пропало аккумулятор сейчас немножко компенсирует то что он потратил имеется ввиду на нагрев чайника там все аккумулятор чуть-чуть подзарядился напряжение вернулась и пошел работать сброс ну как была такая системка я пока еще не думал как это может работать а наверно так же самое с гибридом будет также сама работать я так думаю да по сути дела в конечном итоге будет браться аккумуляторе заряжать аккумулятор баксу ту же самую это ну такой себе неправильный метод сброса энергии солнца точнее это даже он не полноценно снимает энергию солнца потому что дуйка стоит первом положении она потребляет район киловатта а вот даже наверное немножко меньше контроллер сейчас может отдать больше ток чем один киловатт но больше нет потребления если ты поставишь во второе положение то тогда получается контроллер не сможет компенсировать всю мощность дуйки и будет вся эта система так щелк 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 отключаться и ну тогда ты сможешь собрать всю мощность но вот эти вот удары по системе постоянно это неправильно плюс аккумулятор вот этот вольт до который даже больше потому что просадка будет на нем он будет гулять слева вправо и ничего хорошего от этого не будет от этой постоянной коммутации нагрузки вот поэтому сброс должен быть плавным как это организовать достаточно сложная задача но это на первый взгляд кажется что там просто там ничего не просто и традиционные методы там ну не годятся по сути дела еще один инвертор надо строить получить главный сброс так ну хорошо всем спасибо всем пока надеюсь кому было интересно